Всем привет друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer и это вторая часть моего обзора новых карт из грядущего дополнения для Hearthstone Пробуждение древних богов Whispers of the Old Gods В первой части мы посмотрели 19 карт, включая легендарного бога Катуна И сейчас вторая часть, где мы посмотрим еще 19 карт Если не смотрели первую часть, сначала лучше посмотрите ее, чтобы быть в курсе и понимать многочисленные отсылки от новых карт туда Всего нам было обещано 134 новых карты, сейчас 19, тогда 19 это всего 38, еще 98 карт будет впереди Так что оставайтесь на связи, думаю со временем мы посмотрим на канале их все Ну что, поехали! И начать этот ролик я хочу с нового легендарного древнего бога Был анонсирован второй бог Энзот The Carapter, вот он За 10 маны, видимо все боги будут за 10 маны Легендарная карта 5-7 И она имеет боевой клич Призывает всех ваших существ со способностью предсмертный хрип, которые умерли за эту игру Стоит сразу оговориться, разработчики это уже прокомментировали Будут призываться именно те существа, которые изначально у себя на карте имеют предсмертный хрип То есть если вы дали какому-то существу предсмертный хрип, ну самый яркий пример это Раптор, разбойница Оно не живет, только те существа, что изначально в вашей коллекции имеют предсмертный хрип Что можно сказать про эту карту? Ну, вроде бы она очень крута, должна быть по идее Но проблема в том, что самые крутые карты с предсмертными хрипами будут удалены из стандартного формата игры Это большинство карт из аддона Накс Рамос И много хороших также карт из гоблины и гномы Например, хотя бы Крошеры Так что не так много все-таки останется хрипов, как было раньше Но с другой стороны, некоторые интересные хрипы добавят и в этом аддоне Мы дальше посмотрим их в этом видео Ну, что сказать Главное, вот на 10 ход Легендарка за 10 Чтобы она игралась, должен быть какой-то мега крутой эффект Который может перевернуть всю игру Ну, например, тот же Десвинг за 10 маны Да, он убивает всех существ, чистит доску и дает вам последний шанс для контратаки Или Катун, тот же, которого мы смотрели в прошлом видео Он наносит просто массовый урон по всей доске и помогает вам выиграть Будет ли такой же эффект у Энзота? Непонятно, на самом деле Главное в этих существах с дарсераком эффектом Главная проблема, я бы сказал То, что когда вы их призываете, они не играют никакой роли на тот ход, когда были призваны То есть на 10 ход вы ставите Энзота И, в принципе, враг на своем ходу может вам ответить и даже убить вас В этом главная проблема Потому что большинство существ с Десратлом не имеют молниеносного эффекта Понятно, если врагу на 10 ходу не с чем ответить Скорее всего, он на тот ход и сдастся И вы не сможете на 11 ходу использовать всю свою мощь Единственные карты с способностью Десратл, которые несут какой-то серьезный смысл Это карты с провокацией Потому что они на 10 ходу защищают вас А если их много, то сильно защищают от вражеского урона Ну, конечно, если вы не против мага играете, который может вас с лицом фаерболами закидать И тут другая проблема Как минимум, животик Бобо Или вот этот, как его звали-то Деслорд 2.8, который призывает вражеское существо Десратлом на поле боя Они уберутся из стандартного формата Соответственно, провокаций будет меньше Останется, конечно, у палагина Тирион великолепная карта Хороша Сильвана, но Сильвана не играет никакой роли на том ходу, когда она призвалась Только на следующем Поэтому все-таки определенные проблемы с этой картой, я думаю, будут И не всегда поставить на 10 ходу Энзота будет означать вашу победу Возможно, вы его поставили, он призвал 6 других существ на поле боя И на следующий вражеский ход он вас просто убивает, несмотря на свое это божество С другой стороны, очень интересно видится битва богов Мы не видели 3-го и 4-го бога, которых обещали всего и будет 4 Но вот Энзота против Катуна, если подумать То есть, если вы ходите первым и играете колоду на Десратлах А враг против вас ходит вторым и играет колоду на Катуне Будет забавно, что вы на 10 ходу призываете Энзота Заполняете всю доску существами Враг ставит своего Катуна, там, 22-22 И наносит 22 урона по доске И срабатывают все эти предсмертные хрипы И что-то происходит, оживает Возможно, там умирает Сильвана Захватывает вражеского Катуна на вашу сторону Ну, это будет очень круто Конечно, великолепные матчи с этим будут происходить Ну и возвращаясь, конечно, к способности предсмертных хрип Все-таки стоит использовать, получается, колоду, где эти хрипы играют серьезную роль Ну, зачем нам призывать каких-нибудь лепрогномов или там пауков Ну, конечно, пауки-то уйдут, но, тем не менее, в вайл-формате они останутся И вот смысл Поставил Анзота, чтобы он каких-то 1-2 дропа с Дэстратлами Гномы там, раскапыватели сокровищ, например Ну, особо смысла в этом, честно говоря, не видно Нужно, получается, под этого бога строить колоду Которая будет иметь очень крутых и важных существ У которых реально Дэстратл играет многое И сами существования такое уж полное говно То есть средние и крутые От плохих придется отказаться Можно вспомнить, что плохие Дэстратлы очень хорошо использовались до нерфа-андертейкера Многие классы, особенно Охотник, Маг, играли в свое время Полностью колоду на Дэстратлах Ну, потом все это понерфили А сейчас, помимо нерфа, как бы уберутся еще и большинство хороших карт, что были Мало останется Дэстратлов Поэтому, на самом деле, судьба Анзота до конца непонятна Не думаю, что он будет суперкрут Но, как минимум, на среднем уровне Интересная легендарка, интересная концепция Переходим дальше И, чтобы сохранить какую-то логику повествования Я хочу продолжить с карты Которые также как-то связаны с Анзотом Существа, которые поклоняются ему Понятно, в первой части мы смотрели Существа, которые связаны с Катуном И они именно своими способностями были связаны с Катуном Тут же именно концепции своей связаны карты Но ничего не делают с самим Анзотом Не бафают его никак И первая такая карта Это Тентакл оф Анзот Щупальца Анзота За 1 маны Нейтральная карта 1-1 И имеет предсмертный хрип Нанести 1 единицу урона всем существам И вашим, и вражеским Ну, по сути, это более слабая версия механической овцы Которая была за 2 маны 1-1 И наносила 2 урона всем Ну, овца уходит вместе с ГВГ Соответственно, в замену вот приходит эта щупальца Ну, это отличный, конечно, для любого класса Способ борьбы с ранней атакой С ранней агрессией фейсхантеров Или зуколота чернокнижника В принципе, да, там много всех этих существ Или прогномы И абьюсив сержент Да, много чего с одной единицей здоровья По сути, может помочь Играя за мага, ну, на третий ход Можно его пингануть, например, самому В принципе, даже положив его как тушку Враг его вряд ли будет трогать Вы можете удариться о существо с двумя жизнями И добить его И почистить доску от остальных С одной жизнью Там, сбить божественные щиты В принципе, какой-то прок от этого есть Но это будет, конечно, только при засилии агрокалод Все-таки многие такие дешевые агрокарты Также уходят вместе с Наксрамосом и ГВГ Поэтому непонятно, насколько будет это развито Ну, хотя Фейсхантер останется практически без изменений Хотя бы, если будет опять засилье А учитывая грядущий аддон Все-таки кажется, что игра будет более медленной За счет того, что большинство новых карт Все-таки, по сути, не дренжевые Они агрессивные, как были в том же ГВГ Соответственно, возможно, будет играться Это щупальце Ну, не у всех классов, конечно, оно хорошо У того же мага есть Аркейн Бласт За две маны, которые наносят одну единицу урона Только вражеским существам своих не трогает С другой стороны, колоды Война Например, на Мрачных Завсегдатах На Грим Патронах Очень хорошо зайдет Поскольку у Война уходит лучшее его оружие Дасбайт Который, вот, был предсмертный хрип Нанести как раз одну единицу урона всем Можно заменить вот на это щупальце Также, чтобы набирать себе броню И спавнить новых Мрачных Завсегдатых Ну, в принципе, хорошая карта За одну маны Наносит урон всем Подчищает В принципе, я думаю, скорее всего Будет играться во многих колодах Следующая карта Спаун оф Энзот Отродье Энзота Нейтральная карта За три маны Со статами 2-2 И тоже имеет предсмертный хрип Дает вашим миньонам Плюс один, плюс один То есть, вполне себе такой достойный баф Который, по сути, похож на Вперед в бой Бафа Паладина От Секрета Он один ману, один-один Тут как раз за лишнюю ману Существо 2-2 Это приписано как предсмертный хрип Может быть, не так, конечно, хорошо Плюс совмещено в одну карту Но, с другой стороны, эта карта Нейтральная, а не классовая Поэтому вполне очевидные статы Будет ли это играться? Скорее всего, будет в колодах На предсмертных хрипах Это очень хорошо Ставим на третий ход На второй через монетку Враг, скорее всего, убивать это не будет А будет чистить других существ Ну, логично абсолютно Чтобы не забафать И, как минимум, на следующий ход Вы, скорее всего, имеете это существо на столе Кладете что-то новое Может быть, что-то одно Может быть, несколько Кстати, вот только сейчас подумал Что будет смысл тогда на четвертый ход Играть, допустим, не одно Какое-то Йети 4-5 А два существа за две маны Чтобы разменяться с врагом Там, с третьим дропом С двумя жизнями, например Вот этим существом И забафать остальные два Тем сделав их еще круче Способным разменяться с врагским четвертым А то и пятым дропом По-моему, такая тактика вполне будет работать Да и вы посмотрите на этого маленького Восьминожига Он очень крутой С такими розовыми щупальцами на лице Хорошая карта Ну и большинство, видимо, карт Относящихся, как минимум, названием к Энзоту Имеет способность предсмертный хрип То есть в новых предсмертных хрипов Мы увидим определенное количество в этом аддоне Потому что, например, разработчики уже сказали Что не будет в аддоне ни одной новой карты Со способностью Инспайр Водушевление А вот предсмертные хрипы Поскольку Накс Рамус ушел Решили добавить И эта карта вполне хороша Бафает существ Мне нравится И третья карта Из анонсированных с Энзотом в названии Абсолютно логически непонятна Это карта Война За одну маны 1-1 С боевым кличем Вы берете в руки Растихуха Оружие С одной атаки И три бронебойности Соответственно Это и пират И оружие дает Но абсолютно непонятно Как это к Энзоту относится Даже по картинке Реально какой-то пират на жуке летит А это вроде какой-то древний бог Ну может это пират Который им поклоняется И сразу вроде думаешь Пират Для Война Уже для Война Есть хорошие пираты Может наконец заработает Колода на пиратах Особенно если кроме этого Еще какой-нибудь пират анонсирует Да это хорошо С другой стороны Один на три оружия Не так хорошо для остальных пиратов Потому что пираты по большей части Завязаны на мощное оружие Например та что получает Баф от вашего оружия Или пират с провокацией Который становится дешевле Ну в принципе поставив вот это На первый ход Того вы сможете на ход Раньше также сыграть Ну главное тут на самом деле Мне кажется что эта карта Будет играться вовсе не в пиратских Колодах Война А во многих других Войнах В том числе и в контроль Войне Очень хорошо по статам Вы на первый ход получаете Помимо существа 1-1 Еще оружие которое можно ударить Три раза То есть по сути вы получаете 4-1-1 И уже как бы на первом ходу Вы можете ударить оружием Почистить стол там Вражеского лепрогнома например И на второй ход вы можете ударить И тушкой самим вот этим Ферст мейтом И второй раз нанести удар Убить существо То есть с двумя жизнями Очень хорошо Для раннего контроля стола Против агрессивных колод Будет просто супер Но с другой стороны Если в стартовую руку Это не зайдет То в более поздней игре Особо смысла от этой карты Уже не будет Но для борьбы с ранней агрессией Не исключено Что фейсхантер никуда не пропадет Как и зу колоды Будет весьма хорошо Ну и 1-3 Оружие по сути Чем-то похоже на Мастер фо батл Паладина За 3 маны Там призывалось Аж 3 существа И оружие 1-4 Тут за 1 маны Одно существо И 1-3 Оружие В принципе По мане Весьма похоже Аналогично Мастер фо батл Игрался хорошо Так что думаю И эта карта Будет играться Во многих колодах Ну и самое конечно Как я сказал Интересное Попробовать сделать Все таки Пиратскую колоду Пираты существуют В игре с самого начала И до сих пор Ни разу Они не рулили Вот как-никак К лиге исследователей К большому турниру Наконец-то Развились мурлоки До этого мурлоков Тоже никто толком Не играл Все не хватало Их плохо было Сейчас на мурлоках Колоды Там anything can happen У паладина Могут выносить И добираться Вплоть до легенды Возможно Однажды И колода на пиратах Покажет что-то подобное Ну и раз мы заговорили Про воина Еще одна карта Tentacles for Arms То есть щупальца Энзота Хоть Энзота и нет В названии Но вот понятно Щупальца Значит это он Это оружие Единственное По-моему пока Оружие из анонсированных Но помимо того Что давал предыдущий чувачок За 5 маны 2-2 С предсмертным хрипом Возвращает эту карту Вам в руку Карта кстати Эпическая И сразу там На форумах Везде на реддите Начались срачи Типа что это полное говно Что это худшая карта В игре Я честно говоря Не согласен На мой взгляд Эта карта Просто идеально Впишется В любую Воинскую контроль Колоду Ну наверняка Вы играли сами Или играли против Контроль воинов У них Начиная там Хода с 8-9 Чуть ли не каждый второй ход Это по сути Пропуск хода Они делают Armor Up И ничего не делают Больше Либо если вы поставили Существо Он одной Двумя картами Убирает Это существо Сам сидит У него там 7-8 карт Обычно И просто Арморится И все ждет Как время дойдет До фактига Набирая себе Броню В таких случаях Остается всегда Много свободной Маны И вот это оружие Tentacle for Arms Оно просто идеально В таком случае Всегда можно тратить Ману Два раза бьешь С этим оружием И оно возвращается В руку Можно играть его снова По сути это оружие Полностью бесконечно Его нельзя убить Ни с Лизью Ни Харрисоном Джонсом Ничем Нельзя его убить Ничего с ним делать То есть реально Как бы руки Превращаются в щупальца Бесконечное оружие Поэтому такая цена За 5 маны Выглядит вполне Логичной На мой взгляд Конечно 2-2 Это там не 5-2 За 5 маны Которые есть Но тот-то Два раза ударил И все А этим можно бить Бесконечно Учитывая Armor Up Особенно после Мариэль на 4 Брони Можно нормально Просто оружием На каждом ходу Чистить доску Убивать существа Наносить удары В лицо Реально Для контроля Воина Мне кажется Эта карта Будет просто Как говорится Автоинклюдед Во все колоды Поэтому полностью Не согласен с тем Что карта плохая Нет Карта хорошая Просто под специфическую Ситуацию На этом С картами Связанными С божествами Все Пройдемся теперь По классовым существам И начнем С классовой Карты Паладина Стюарт За 3 маны Паладинская карта 3-3 Со способностью Когда вы призываете Существо с одной жизнью Дает ему божественный щит Просто великолепная карта Мне кажется Это даже сложит Новый архетип Зу Паладина Во первых Тут именно Существо Не когда играется Плейса Whatever you play А Самон То есть Сила героя Когда призывает Чувачков Это работает Когда Вайлет Титчер У вас От заклинаний Призывает Один-один Существо Это тоже работает Ну не знаю С чем угодно Это работает Грубо говоря Там Например Взять у Варлока Лидера Банды Бесов Который призывает Один-один И на нем Это будет работать Но правда Это не нейтральная карта А паладинская В любом случае Дивайн Шилд И так По сути Способность Которая больше всего Ориентирована На класс паладина И это ее дополнительно Развивает Можно мутить Офигенные комбы С блуднайтом Который Собирает все щиты И Плюс 3 Плюс 3 Получает за каждый Ну Вариантов просто Куча И уйма Очень хорошая карта На мой взгляд Будет играться Особенно Она отлично Должна Зайти в колоды Построенные На рекрутах Я как раз Сейчас играю Такую колоду Ну Мастер for battle Конечно уйдет Интендант уйдет Но нам добавят Вот например Новые за 5 маны 5 1 1 призывает И вот на 8 ход Прикиньте 5 1 1 И вот эту карту Потом сыграть Еще этого Берейтера Который Плюс 1 к атаке Бафает Или может быть Какая-нибудь Замена Интенданту Вполне Можно просто Играть Зу Агрессивную Вполне Колоду Паладина Очень интересная Карта И лично Я очень люблю Божественные щиты Мне кажется Будет играться А к тому же Ну ушли У паладина Ранние хорошие карты Мастер for battle Крошер Все вот это То что постоянно Игралось на каждом ходу Даже шилдот мини бота За 2 маны ушел Так что Отличная замена На раннюю игру Помимо миротворца Алдора Должна быть Хорошая карта Потому что Миротворца Ну глупо Обычно играть На третьем ходу Его нужно Играть более позднее Чтоб он Мог уменьшить Действительно Серьезную атаку А это Отличная карта Потому что Она именно Работает с существами Которые призываются После нее Ставя эту карту Не нужно иметь Никаких существ Достаточно Чтобы она выжила Хотя бы ход И на следующий ход Как минимум Одного чувачка Вы можете призвать Еще у вас 2 маны Оставятся Можно еще За 1-2 маны Еще с одной жизни Кого-то призывать По-моему Должно работать Наверняка Многие колоды Эту карту Будут использовать Карта кстати Редкая Следующая же карта Нейтральная И она создана Как раз для противоборства С такими Агрессивными Зу колодами Это Калт Апосикери Последователь культа За 5 маны 4-4 С боевым кличем За каждое Вражеское существо Восстанавливает 2 здоровья Вашему герою Это Отличная карта Лечения Замена По сути Хиллбота Уходящего Из формата Ну как Неполноценная замена Если вы играете Допустим Против Фрисмага Ну какие он существа Будет ставить Кроме Антонидоса Да За энтес каминг Никого То есть Максимум на 2 Заход Вы лечитесь С другой стороны Против Фейсхантерских Или Зу колод Или вот Потенциальные колоды Паладина Про которые мы только что Говорили Это будет отлично Играться Предположим У врага На доске 7 существ Вы лечитесь На 14 5 существ Лечитесь На 10 Даже 3 существа Лечитесь На 6 Вполне нормально Потому что Таких карт В колоде Может быть 2 Так что Я думаю Они будут Играть Ну и К пятому ходу 4 Играть Как бы Обеспечено Вам Можете Можете На что Надеетесь А враг Перед этим Разменяется Все потратит И уже Не полечитесь Так что В специфичных Колодах И против Специфичных Колод Не во всех Матчах Будет работать Так что Считаю Средненькая Карта И все таки Нельзя сказать Что это Полноценная Замена Хиллбота Следующая Классовая Карта Это Андерсити Хакстер Не знаю Что такое Хакстер Но это Классовое Редкое Существо Разбойника 2-2 За 2 Маны Ну Весьма Средненько По статам Но зато Имеет Хороший Предсмертный Хрип Добавляет Случайную Карту В вашу Руку Из Карту Класса Вашего Врага Соответственно Как Карта Воришка Которая 2 Так Воровала А тут Ставит И существо В принципе Когда существо Идет Со способностью То 2-2 За 2 Маны Это вполне Неплохо Может конечно С 2-3 Оно и не сможет Разменяться Но тем не менее Создает Какое-то Присутствие На столе И самое важное Что Дает вам Дополнительную Карту Причем Карту Не тянет Из колоды А создает Вражеского То есть на самом деле Ценность этой карты Не всегда понятна Всегда можно Играя против Варлока Получить что-нибудь Из раздела Бафает Вашего Демона Плюс 3 Плюс 3 Который вам Вообще не пригодится И будет занимать Место Но с другой стороны Может как-то и помочь С другой стороны Как-никак Это будет Новая Там 31-я карта В вашей колоде Что тоже Несомненно Плюс Ну и В принципе Можно же Против каждого класса Ожидать более-менее Что вы получите Понятно что Против мага Скорее всего Так что Играться я думаю Будет Во-первых Это предсмертный хрип То есть В колодах На предсмертных хрип У разбойника Будет играться Да и в целом Разбойники Они мне кажется В каком-то плане Следуют В ближайших всех Вот аддонах Дальше будут развивать По пути Как жрецы идут То есть Все больше Каких-то воробства И пакостей Раньше Разбойник был Более таким Прямолинейным Что ли классом И потихоньку Вот добавляют Всякие мерзкие Приемы Из-под тишка Которые вызывают Просто ненависть И агрессию Так же как С жрецом Так что Мне кажется Карта будет Очень много играться И будут Интересные Исходы От тех карт Что пришли Ну и кроме того Отличная Да Возможность Своровать какую-то Карту Получить Уже на втором ходу В начале игры И возможно Благодаря ней Может как-то Игра и поменяться А может нет Думаю Что карта хороша И теперь у нас Опять нейтральная карта Причем Это дракон Драконы возвращаются Есть надежда На новые Драконии колоды Найтмен Дрейк Эпическая карта За 6 маны 2-8 Карта нейтральная Под любой класс Подойдет В начале Вашего хода Удваивает Атаку Этого существа Ну С какой-то С какой-то С какой-то стороны Это очень круто Потому что Удваивает Атаку Это Наложить на него Не знаю Печать королей И Уже На 10-м ходу И на 11-м Получается Будет 12-8 И доживет Конечно С другой стороны Положили вы На 6-й ход Вражеские Жрец Взял Кабал Шадоу Пристом И украл У вас Много тут Есть Всяких Вариантов Конечно Плохих Умирает От Того Заклинания Которое убивает Всех существ С атакой Меньше 3 С другой стороны Удваивается До 4 Нормально Второй раз До 8 Уже умирает От Биггеймхантера Но вряд ли Что эта карта Проживет Столько ходов С другой стороны 8 жизней Это довольно много Если нет Какого-то Специфичного Ремувла Все-таки Придется Через Размены Как-то С ней Разбираться И возможно С двумя Атаками Она и не убьет Уже Каких-то Существ Но по количеству И отвлечет На себя Внимание Как провокация В принципе Это Карта Из той Категории Карт Которые Сами Провокации Не имеют Но Как бы Выступает В роли Провокатора Потому что Враги Понимают Лучше С этой Карты Разобраться Поскорее Ну как С тем же Гурубаши Например Которые 2-7 За 5 Маны Потому что Если оставить Его на доске То на следующий Ход Будет Очень плохо С другой Стороны Если враг Украдет Его себе Кабалом То на его Ход Он не удвоит Он удвоит Только на следующий Ход И вы можете Постараться Тоже с этим Как-то Разобраться Я очень люблю Драконьи колоды Играет Сейчас в основном 2 всего Драконьи колоды Не ладно 3 драконьи колоды Это в первую очередь Жрец на драконах Вторую Война на драконах И в третьей Паладин на драконах Паладин на драконах Весьма плохо Против ранней агрессии Но Некоторые Особенно В контрольные матчпы Очень хорошо заходят И обычно Выигрывает Возможно Эта карта Дополнит эти колоды И сделает драконов Еще лучше Не могу вспомнить Были ли В гоблинах и гномах Какие-то драконы Такое чувство Что нет Так что Драконьи колоды Будут играть Так же Как и игрались раньше И надеюсь Что это не единственный Дракон Который В этом дополнении Будет Кстати Очень крутая картинка Прямо реально Такой Караб Дрэгон Найтмар Дрейк Мне очень нравится Очень жду эту карту Наверняка Особенно в паладинском В дракона Паладине Будет хорошо играть Учитывая Что там много Различных бафов И вот то Что он Сам себя удваивает Может паладин Еще забафить И в конце Еще паладин Может удвоить И через ход Еще удвоиться Мне кажется Вполне может быть Игра Которая будет выиграна За счет просто Одного массированного Удара В лицо Там 20 плюс Вот этим драконам Если враг Не успеет с ним Разобраться Раньше Времени Что будет Очень интересно Хорошая карта Жду Но будет играться Я думаю Не везде Ну понятное дело Только в драконьих колодах В других она нафиг не нужна И последнее Нелегендарное существо В нашей сегодняшней Подборке Это эпическая карта Фейслис Шамблер За 4 маны 1-1 Ну и фейслис Понятно нам намекают На фейслис Манипулятора Который превращался В любое выбранное существо Эта карта Чем-то похожа Но другая Ее способность Это боевой клич Скопировать Атаку Здоровье Вражеского существа И поверх Добавить Провокацию Соответственно Эта карта Не превращается В существо Она так и остается Фейслис Шамблером Но Может скопировать Любые статы И плюс Накинуть на них Провокацию То есть Это идеально Будет играться Против Ирии Стэчью Которая 7-7 Не может атаковать А тут будет 7-7 С провокацией Идеально Против любых Больших драконов 4-12 12 на провокацию Очень хорошо С другой стороны Самый главный Недостаток Этой карты То что Сайланс И все У нее один жизнь Она мертва Там от пинга Или шаман Просто своим заклинанием За одну маны Которая накладывает Сайланс На ночь С одной единицей урона Просто убивает ее В легкую Наверняка Все будут Так же как сейчас Играть Сайланс А то еще больше Потому что Много карт С интересными способностями Добавляется Так что Фейсли Шемблер Не всегда будет хорош Вообще Не совсем понятно В какой колоде Должен будет играться Мне лично видится Единственная колода Это Хэндлок Там где Могут поставить Всех этих Гигантов Великанов И сделать их Дополнительно На провокации То есть И так же Сыграется Вместе Защитник Маргуса Или Поднять щиты А тут Аналогичный вариант Поставить Там за 0 маны Великана И за 4 маны Его скопировать Типа С провокацией Ну не скопировать 8-8 Получается В принципе В этом есть Толка Плохо работает Против Сайланса В остальных Случаев Весьма Хорошо С другой стороны Мы имеем За 5 маны Фейслис Манипулятора Который сам по себе 3-3 Но его мы редко Видим на поле боя В таком виде И он полностью Превращается в существо То есть он еще И копирует Надпись карты Соответственно Этой картой Мы скопируем Сильвану Просто получим 5-5 за 4 маны А манипуляторы Мы получим Еще и способность Захватить Рашистое Существо Досратл Или Рагнароса Манипулятором Мы сможем стрельнуть Тут мы не сможем Просто получим 8-8 Но зато кстати Эти 8-8 Смогут атаковать И будут иметь провокацию В принципе Очень специфичная карта Кроме хендлока Мало где мне приходит В голову Ее можно использовать Но с другой стороны Забавно Что вот ее добавили Это добавляет Вариативности И всяких И других Интересных вариантов Ну грубо говоря Из нестабильного портала У мага Если она выпадет Кстати Нестабильный портал Он же вроде из ГВГ Тоже получается Он уходит Обидно Но из какого-то другого Места Вот так случайно Если он призовется Можно очень необычно Как-то его наверное Использовать Ну или плюс на арене Не знаю Тоже какой-нибудь смысл Может в нем есть Но сознательно Добавлять его В свою констракт К колоду Очень редкие Классы И редкие колоды Смогут Поэтому карта Мне кажется Ниже среднего Будет играться редко И теперь мы переходим К новым картам Заклинаний К классовым картам Ну понятно Заклинания не бывают Нейтральными Всего 4 карты У нас сегодня И первая из них Это карта друида Марков Ершардж Ершардж Это третий бог Вот это за 10 маны Легендарное существо Мы его пока не видели Но думаю Скоро нам его уже покажут Интересно Кто будет он И вот тут тоже понятно Тоже какие-то щупальцы Из медведя Прям вылазят Его порабощают Прикольная картинка Само же заклинание За 2 маны Дает вашему существу Плюс 2 Плюс 2 Если это существо Зверь То вы еще тянете Карту Ну в принципе Весьма хорошая карта С одной стороны И дров И бафа Все что нужно И эта карта Развивает Интересное направление Мне очень нравится Я сам сейчас играю Друид на зверях А поначалу Друид вообще не расценивался Как игрок на зверях И все звери были Только для охотника Но со временем Потихоньку От аддона к аддону Все больше Звериной синергии Друиду добавляют И эта карта Не исключение По-моему Очень хорошо Я вот как раз играю Сейчас Друиды на зверях И я понял Что рампить там Особо не нужно То есть Иннервейт И Вайлдгросс В принципе Не используется По сути Эти карты Раньше в любой колоде Друида были И вот два Вайлдгросса За две маны Вполне можно Заменить Будет на вот эту Марку Ершарджа И думаю Будет Плюс С одной стороны Баф Для второго Хода Очень хороший Если вы сыграли Какого-то дешевого Зверя За одну маны То Уже на второй Сход У вас солидное Существо Которое Может Разменяться С рашским И третьим Дропом И возможно Даже останется Еще живо Так что Плюс какой-то Есть Плюс Можно потянуть Карту С другой стороны Даже если Зверь вам Не зашел в руку Все равно Как бы Как баф Плюс 2 Плюс 2 За две маны Вполне хорошо Ну например У Варлока Есть карта Баф демона Плюс 2 Плюс 2 Она правда Еще может Два урона Наносить Как вариант Ну по сути Это только Для звериных колод В любых других Колодах Друида Играться точно Не будет А в звериных Колодах Отлично Зайдет Вполне себе Нормальная карта Следующее Заклинание Это заклинание Охотника Но оно Также связано Со зверьми За три маны Инфест С такими мерзкими Паучками На картинке Дает вашим существам Предсмертный хрип Добавить Случайного зверя В вашу руку Ну это по сути Замена Тинетника Уходящего Просто жесть Если подумать Будет омерзительно В любой колоде Охотника Особенно В какой-нибудь Фейсхантер колоде То есть Представьте На шестой ход Призывает Там не знаю Пять собак И Каждая собака Помимо того Что с рывком Уничтожает Ваших существ Так еще за каждую Охотник Тянет Карту По сути Похожая карта Лок-н-лоуд Уже есть У охотника Но она практически Не играется Она дает Классовые карты Охотника И сыграно Заклинание Это немного Все-таки По-другому Тут же Зверь Это существо И большинство Зверей Они реально Хорошие звери Так что Плюс от этого Будет А к тому же Звери Там что только Не будет Может быть И рывок Что угодно И король Круш Оттуда Может прийти Соответственно Проблем Это дотинет Немеренно С другой стороны У тех же Фейс охотников У них главная проблема Что пар у них Уходит Периодически Там в ходу К шестому К седьмому Если они не выиграли То все У них карт нет Дрова нет Ничего не получается С этой же картой Даже три зверя В руку себе положил Это уже Какой-то плюс Еще пару ходов Фейс хантер Может вытянуть И продолжать Биться в лицо Так что Все-таки Вижу Перспективу У этой карты Причем Не самую положительную Лично для меня Я охотника не люблю И мне кажется Практически каждый охотник Будет играть инфест Ну потому что Эта карта Не только хорошая Но она еще и Такая мерзкая Доминирующая Рушащая Не знаю Мораль Вражеского Игрока Потому что Сразу смотришь О собаке О инфест О карт натянул Жесть И потом еще дальше Охреневаешь Каждый следующий ход Редкая карта Карта охотника Звериная синергия Жесть Короче Мне уже Не нравится Ну и стоит Еще наверное Вспомнить О нерф Старвинг Базарда Для его нерфа По сути Также он с собаками И использовался Чтобы тянуть Карту При призыве зверя А тут еще Даже лучше Вы не тянете Карту А вы кладете Рандомного зверя Но учитывая Что звери все хороши А у охотника Большая синергия Со зверями Комбинация Комбинация Этой карты Спустить собак Даже лучше Чем была У Старвинг Базарда Следующее Заклинание Это заклинание Жреца Это очередной Шадоу Ворд На этот раз Шадоу Ворд Фир За 4 маны Уничтожает Всех существ С двумя Атаками Или меньше Ну это просто Жесть Жрец превращается В еще более Омерзительное Существо И так Обычно У каждого Жреца Две Шадоу Ворд Которые С 3 или Меньше Существа Убивают Две Которые С 5 Или выше И прочее И прочее Всякие Майнд контроли Захват Вражеских Существ И вот Еще одна Возможность Чистки Но это Хотя бы Против Агроколод То есть Даже если Я сам За Жреца Играю Мало Хорошо Что Все Фейсхантеры И Зу Будут понимать Теперь что Если они Попадают Против Жреца У них Наверняка Будет Эта Карта И Не Сдобровать Заспамят Они Доску И все Умерли За один Ход Причем Дестрой Тут хоть На карте Как-то Неправильно Написано Дистори Буквы Перепутаны Это Именно Уничтожает То есть Если Карта Будет С божественным Щитом Она Все равно Сразу Умрет То есть Даже То что Мы смотрели У Паладина До этого Карта Которая Дает Существам Божественные Щиты Как я говорил Что у Паладина Тоже есть Потенциал Зу Калоты Эта Карта Будет Отлично С ним Бороться С другой Стороны Уже Слишком Много Становится Эти Shadow World Преста И они Все Такие Контрольные Но Исключительно Используя Эти Карты Выиграть Нельзя Они Только Для Того Чтобы Устаканить Положение На столе Поэтому Тупо Накладывая Себя В колоду Все Больше И больше Различных Чистых Стола Играя За Жреца Особо Вам Это Не Поможет Поэтому Скорее Сего Эта Карта Либо Не Будет Играться Вообще Либо Вытеснит Какие Другие Теневые Слова Или Слова Силы Как По-моему У нас Они Переведены Не Помню Так Что Останется Баланс Примерно Тот Раньше Убивали Одно Какое Конкретное Существо Теперь Будут Чистить Всех Ну И В первой Части Я уже Говорил И тут Наверное Повторюсь Прям Заметно Близзард Старается Сделать Каждый Матч По длине По времени То есть Создать Дополнительные Трудности Агроколодам Хотя Бы Перевести Игру В Мидренч А то И В контроль Игру По-моему Это Очень Хорошо И Такая Карта Нижняя Это Просто Полная Жесть Ренанс Даркнис За Две Маны Заменяет Вашу Силу Героя И Все Классовые Карты Варлока На Карты Другого Класса И Они Стоят На Один Меньше То есть Это Полная Жесть Это Полный Рандом Если Это Реально Сыграть На Втором Ходу За Две Маны То Просто Вся Ваша Колода Скорее Сего Изменится До Неузнаваемости У вас Будет Рандомная Какая-то Сила Героя И Рандомные Все Карты И С одной Стороны Это Очень Плохо Вы Даже Не Можете Выбрать Силу Героя Или Класс Который Хотите Превратиться Это Будет Абсолютно Случайно Почему Играют Все За Варлока Те Же Зу Или Хэнд Локи Просто Потому Что У него Сила Героя Лайфтап То Что Он Может Тянуть Карты Каждый Ход Это Все Это Меняет И Портит С другой Стороны Всегда Играя В рейтинг Вы Сами Собираете Колоду Ищите Комбо Ищите Синергию Выбираете Хорошие Карты А Эта Карта Все Заменяет Классовые Карты На Рандомные А Средний Уровень Рандомной Карты Ну Он Наверно Даже Ниже Среднего В основном Плохие Карты Будут Без всяких Комбо Без всяких Синергий Пусть Даже Они Стоят На Единицу Меньше Все равно Вряд ли Это Принесет Вам Даже Какой То Темп Соответственно На Втором Ходу Играть Абсолютно Это Тупо И Не Нужно Но С Там Тоже Это Мне Кажется Вполне Может Зайти Карта Потому Что Хандлок Что Рина У них Очень Много Всяких Различных Ремувалов Там И Почистить Сю Доску И Убить Какое-то Конкретное Существо Сделать То Сделать Это И Не В каждом Игре Например Напротив Фризмага Какого-нибудь Или Контроль Война Все Эти Ремувалы Нужны Которые Против Рассчитаны Соответственно Там К десятому Ходу Против Контроль Колоды У вас Полруки Абсолютно Ненужных Карт Которые Вряд ли Когда-то В этой Игре Будут Использованы Именно На такой Случай Когда Уже Порядком В руке Карта Весьма Хороша Она Вам Заменяет Рандом Скорее Сего В более Поздней Игре Лайфтапы Уже Не так Важны И Возможно Все равно Это Не точно При замене Карт Вы получите От этого Какой-то Плюс То же самое С точки зрения Демонического Варлока Потому что У многих Демонов Есть Отрицательные Способности Типа Наносит урон Вашему герою Или скидывает Карту И бывает Что уже Как бы Вы понимаете Что нанести себе Урон Вы не можете Вы умрете Или скинуть Карту Скинете Карту И Все останетесь Ни с чем В таких случаях Тоже Ленонс Даркнис Может как-то Сыграть Но опять же повторюсь Нельзя сказать Заранее Насколько Хорошо Он все это Заменит На какую силу Героя Он поменяет Возможно Эта карта Все испортит Так что Не вижу я Что эта карта Будет сильно Играться Больше по фану И трудно Представить Вообще В какой колоде Ну может быть Кроме Рина Варлока Там в принципе Эта карта Может играться Потому что Много всяких карт Ну не знаю Трудно сказать По мне Фановая карта Кажется И не так часто Можно будет Ее увидеть В Констракте А может Вообще Никогда Ну и осталось У нас всего Пять карт И все эти Пять карт Это легендарные Карты Видимо в аддоне Будет много Крутых Новых легендарок Но как мы Сейчас увидим Уже по первой Карте Вот она Зе Буди Монстр Не все Из них Реально Крутые Это Наверное На сегодняшний день Самая Вообще Говеная И хреновая Карта Что была Анонсирована Из аддона Про древних Богов Легендарная Карта Нейтральная За 8 маны С статами 6-7 И имеет Способность Когда Это существо Атакует Убивает Вражеское Существо Оно Получает Плюс 2 Плюс 2 А то есть Вы только Задумайтесь Насколько Плоха Эта карта Вы ее ставите На 8 ходу Она не делает Ничего И соответственно Чтобы забафить ее До 8-9 Вам нужно На следующий ход Самому Ударить И убить Вражеское существо Если враг Будет биться И убиваться Об него Никакого бафа Не произойдет Это существо Должно Атаковать Само То есть Абсолютно Бесполезная И ненужная Карта Ну вспомните Хотя бы Груа Который бафает Ся на плюс Плюс 1 Плюс 1 Каждый ход И там Вы его ставите И он Того хода Что вы поставили Бафнет себя И даже он Не играется Хотя он Уже по статам Получается Лучше Чем вот этот Буди монстра Единственная Суть Буди монстра Это походу Если он вам Выпадет Из паков Распылить его И получить Там свои 400 пыли Больше Зачем он нужен Абсолютно Непонятно Ну дали бы ему Рывок Хотя бы Тогда бы Может быть Он резвитко Игрался А так Это существо Плохо Даже для арены Больше Не особо И нечего Сказать Абсолютно Галимая Убогая Карта Совершенно Непонятно Зачем Близзард Ее сделали Наверное Просто для того Чтобы игроки Ловили фейспалмы Когда Там на 30-й Открытый Пак Наконец-то Они Наводят Мышку Над картой И она Светится Золотым И наконец-то Легендарка Щелкает А там Буди монстр И просто Люди Начинают Плакать И биться Главой О стену Другого Назначения Этой карты Которая Уже была До этого В игре Но стала Порабощена Так сказать С древними Богами То есть Извращенная Версия Уже Существующей Карты Мы уже Видели Такого Хогера В прошлом Видео Смотрели А теперь У нас Мукла Мукла Tyrant Of The Whale Соответственно За 6 маны 5-5 Зверь И Боевой клич Добавляет 2 банана В вашу руку То есть Была у нас Обычная Мукла Кстати Золотая Мукла Это первая легендарка Которая мне вообще Выпала за историю игры В Хардстоун Из бесплатного пака Она была Практически аналогичная 5-5 Но за 3 маны И давала 2 банана Врагу Тут же На 3 маны Дороже И дает 2 банана Вам Так же кстати Боевым кличем Странно Что на Десратл Не поменяли Было бы забавно В принципе Не могу сказать Что эта карта Будет много Где играться Ну кроме Если что Темпы магов Где 2 банана Каждый является Заклинанием И несет Какой-то смысл С другой стороны Звериная синергия Особо Не видна мне Ну Маг Зверей не использует А В тех же Охотниках Или друидах Не так Эта карта Хороша Конечно Можно кого-то Своего Забафать Но За 6 маны 5-5 При таком Баттл крае Не самое лучшее За ту же цену У нас Сильвана Например Есть Куда более Интересным Эффектом Кстати Раз уж мы Заговорили Про извращенные Карты Про вот эти Кораптед карты Много из них Было в первом Видео В этом Поменьше Хотелось бы Выразить свое Недовольство На самом деле Теперь Ну трудно Общаясь Говорить Вот у меня Типа муклы И ходер А тебя спрашивают А какая именно Мукла Какой именно Ходер Реально нужно Запоминать Эти длинные Названия Ну все будет Запутано Перепутано Особенно Учитывая Что оригинальные Муклы И Хогер Никуда не денутся И в стандартном формате Также останутся Это конечно Первый недостаток Но второе Что более важное На мой взгляд Ну сколько Хардстоуна Всего два года И вот спустя Два года Уже разработчики Начали Играть на ностальгии Вспоминать Типа старых существ Заново Их переначивать По моему Слишком рано Нужно было Хотя бы годик А то еще и два Подождать Выпустить аддон С полностью Какими-то Новыми существами И только потом Начинать играть На ностальгии Например Вспоминая Существа Которые ушли Из стандарта Еще давно Но нет Вот всего Два года прошло И уже Вместо того Чтобы придумывать Полноценные Новые карты Близзард Начали Тупо Переделывать Старые карты Причем даже С точки зрения Картовых механик Что у Ходера Что тут Ну по сути Концепция карты Особо не поменялась Ну давали Два банана врагу Теперь дают вам Эффект вроде бы Для игры разный Но с точки зрения Оригинальности Карта не такой уж И большой И сильный Но картинка Зато прикольная И ожидаю Каких-то крутых Наверное Графических эффектов От этой Порабощенной муклы В принципе Легендарка Так себе Не самая лучшая Играться будет редко На самом деле Про Тенхумага Я говорил Думаю Даже там Она особо Играться не будет Далее Уже идут Более интересные Легендарки Классовая Легендарка Шамана Хлазель The Ascendant За 5 маны 4-6 Нормально В принципе По статам И всегда Когда ваше Заклинание Наносит урон Восстанавливает Вам столько же Жизни Вашему герою Очень крутая Карта Реально Шаман Мне кажется Заиграет Новыми красками После этого Возможно Даже появится Архетип Контроль Шамана Наконец Ну Шаман Что там Спорить Самый Малоиграемый И плохой Класс На данный момент Уже Последние Несколько Аддонов Конечно Сейчас Фейс Шаманы Начали Появляться Но Все равно Шаманов Очень мало По сравнению С другими Классами Очень Они Мало Играются И Недостаточно Хороших Карт И вот Эта Легендарка Может Спасти Дело Во-первых Это Легендарка Которая Имеет Потрясающий Эффект Во-вторых Она Стоит Всего 5 Маны То есть Она Отлично Вообще Синергиничает С другими Картами Соответственно Сыграли Эту Легендарку Молнии На 3 На 3 Подлечились Неплохо Вроде бы Каким Другим Заклинанием Лавы Бёрст На 5 Подлечились А представьте Себе Молнию Лайтинг Сторм Или Элементал Дистракшн У врага На столе 5 существ Наносите 2-3 Каждому То есть Это в районе 10-15 Лечитесь А если Элементал Дистракшн Который Наносит Урон Ещё И вашим Существам Это Практически Карта Как Рина Джексон Лечит Вас Полностью До Максимальной Жизни Просто Отличный Вариант У Шамана Лично Я Когда Я играл Шамана На тотемах Как раз Была Самая Большая Проблема Когда Обычно Одного Двух Ходов Не хватает Чтобы Выиграть Вроде В руке Лежат Все карты На следующий Ход Есть победа А до следующего Хода Не доживаешь Потому что Не хватило Маны На предыдущем Ходу А потом Тебя Уже Убили Благодаря Этой Карте Можно Чуть Перевести В лейт Гейм Игру Подлечившись И тем самым Выиграть Потому что У мага Ну реально Большой Потенциал За счет Заклинаний За счет Перегрузки И вот Проблема Именно В нехватке Какого-то Раннего Что ли Контроля Ну если Заклинаниями Рано Контролить Стол То потом Не хватает Заклинаний Чтобы добить Вражеского Героя Как-то так Обычно У шамана Получается Благодаря Этому Халазелу Можно Очень Хорошо Мне кажется Создать Контрольную Колоду Во многих Шаманских Колодах Особенно Учитывая Что Хилбот Уходит Это Великолепное Лечение Даже Мне кажется Лучшее Лечение Которое На механике Джаста Сейчас завязано Хилинг Вейв Которая 7 или 14 Лечит В принципе Этой картой Можно с 1 И до 30 Подлечиться При правильной Чистке Стола Очень Хорошая Карта С нетерпением Жду Хочу Использовать В колоде Шамана Возвращаясь К развращенным Картам Следующая Легендарка Паладинская Рагнарос Лайтлорд Добрый Рагнарос За 8 Маны 8-8 Так же Как у Обычного Рагнароса Но вместо Этого В конце Вашего Хода Восстанавливает 8 Здоровья Случайному Персонажу Вашему Соответственно То есть Это может быть Как герой Так и Существа Ну естественно Будет лечить Только тех Кто ранен Не будет лечить Существа С полной Жизнью Хотя бы Какой-то плюс То есть В принципе Тот же самый Рагнарос Но в отличии От обычного Он может Атаковать Сам И лечит Вас Отличное Так же Лечение Легендарка Для лечения Паладина Но у Паладина С лечением И так Все было В принципе Неплохо У него Было и Дешевое Лечение За 2 Что ли За 3 Маны Которые Никто не играет За 8 Те же Маны У него Было Подлечиться На 8 И потянуть 3 карты Плюс Бретер Когда может Подлечить Ну Не знаю Еще больше Лечения В принципе Хорошо Есть различные Получается Архетипы Паладинские Уже наверное Там Спиток Хороших Колод Можно сделать Потенциально С одной стороны Вроде Какой-то Агро А вот Благодаря этой Карте Можно усилить Паладинский Контроль С другой стороны За 8 Маны Есть великолепный Тирион И при условии Что его не Понерфят А его могут Понерфить Рагнарос Может и Заиграть Если Тирион Останется Прежним То Ну По-любому На 8 Ход Надо Тириона Играть А не Рагнароса С другой С другой Стороны Возможно И две Легендарки Сразу Тоже Вполне Сыграют Ну Весьма Необычная Карта Как в своей Концепции Что за Хрень Добрый Рагнарос Паладинский Который Лечит Странно Как-то Как его так Развратили Типа Из злого Сделали Добрым Из Паладина Вполне Забавная Карта Ну 8 8 Это умирает От Бит Геймхантера Конечно Но С другой Стороны В любом Случа Если вы Сыграли На пустой Стол Он На 8 Подлечит Героя Ну Тут Надо Думать Не стоит Там Играть Его Наверное Если у вас На столе Лежит Там Два Существа Которые Каждые Ранены На Одну Единицу Тогда Вряд ли Вы От Хила Так что Какой-то Бонус Этого Есть Но Карта Конечно Не супер Крутая Не супер Наверное Важная И Не всегда Будет Играться Так Как Тот же Эдрик Из Прошлого Аддона Который Вроде Бо И Есть Но Играется Очень Редко В каких-то Специфических Колодах Не думаю Что Рагнорос Сильно Зайдет Что Он Обойдет Тириона Но Карта Интересная И Карта Разбойника За 4 маны 3-2 Ксарил Poisoned Mind Такой Милый Жучок Какой-то Летающий Со склянкой У него Сразу Боевой Клич И Предсмертный Хрип Дает Вам В руку Рандомный Токсин Что Такое Токсин Спросите Вы Это Новая Механика Замена Уходящим Запасным Частям Из Гоблинов И Гномов Но Токсины Судя по Всему Могут Быть Только У Разбойника Потому Что Их Эффект На многом Завязан С бафами Оружия Карту Токсинов Мы Посмотрим Сразу После Этой Легендарки Но В паре Слов Хотелось Бы Сказать Что На мой Звяд Это Одна Из Самых Лучших И Интересных Карта Помимо Древних Богов Которая Была Анонсирована В аддоне С одной С другой С другой Похоже Чем Маны 3-2 По сути Со статами Второго Дропа Но Дает По Получается Она все таки Суммарно Два Токсина Которые По одному Маны То есть Ну все Как говорится Законно Дополнительно Две Маны Как раз На это И уходят Но Вот Эта Сама Механика Токсинов Она Сильно Расширяет И интерес К игре И потенциал Почему Даже Все На чемпионатах Маги Играют Все равно Порталы Не знаю Такого Немного Интересного Рандома Что ли Вот допустим Последний Был чемпионат И там Один раунд Чувак Выиграл Из портала Получив Алатира И Алатира Убил Вражеского Героя На следующий ход Но это Просто было Необычно Интересно Как бы И удивляет И радует И вроде бы Играешь Одной и той же Колодой Но каждый матч Хоть немного За счет Этих двух Карт Становится Чем-то Разным И необычным Так же Было в принципе И с этими Запасными частями Раньше Пусть они были Вроде простенькие За одну ману Но их был Какой-то большой Все-таки выбор Рандомно Попадал И могло Как-то поменять Всю игру Изменить какой-то ход Так же будет Тут и с токсинами Поэтому мне кажется Косарил Будет играться Практически В каждой Колоде Разбойника Ну и уж тем более В колоде Разбойника На предсмертных Хрипах А к этому Все и идет Что главным Архетипом После того как Оружейное Механомасло Уйдет Будет охотник Не охотник Разбойник На предсмертных Хрипах Эта карта Там просто будет Автоинклюдет На мой взгляд Одна из лучших Карт Давайте посмотрим Что за токсины Нам предлагаются Вот они Всего их 5 штук Блудсисл Токсин Возвращает Дружественное Существо в руку Оно стоит На 2 маны Меньше Биарторн Токсин Дает Существу Плюс 3 к атаке Фейдфифт Токсин Дает Дружескому Существу Невидимость До следующего Хода Файрблум Токсин Наносит 2 урона И Кингсблод Токсин Тянет Карту В принципе Да По механике Похоже на Запасные Части Но по большей Части Тут Различные В этих Токсинах Заложенные Способности У разбойника И так Существовавшие То есть Наносит 2 урона Практически Бэкстаб Только может Еще нанести И существу Уже по-коциному Тянет Карту Неплохо Тойота Невидимость Невидимость И так Было заклинание Которое давало Дает Существу Плюс 3 Атаки Было такое В комбо Или Возвращая Существо В руку Стоит На 2 маны Меньше Такое Тоже Было Так что Очень интересные Варианты Получается С этой Легендарки Сарила Мы получим 2 рандомных Из этих И Каждый из них Может как-то Изменить Игру Непонятно Будут ли Какие-то Другие Кроме Этой Легендарки Карты Которые Будут Давать Токсины Возможно Все Токсины Будут Идти Только Из этой Легендарки Если Будет Так То Легендарка Будет Играться По-любому Практически В каждой Колоде За счет Вот этих Необычных Токсинов У них Будет Какой-то Необычный Прикольный Эффект В смысле Анимация Красивая Ну и На самом деле Может быть Хотелось бы Какой-то Еще Одно Или Два Существа У Разбойника Которые Также Были бы Как-нибудь На Токсинах Завязаны Все Таки Ради Одной Легендарки Делать 5 карт Не так Часто Тогда Мы их В игре Увидим Хотелось Бы Почаще В любом Случа Благодаря Ну конечно же После древних богов Предстоящего Аддона На этом Все Мы посмотрели Еще 19 Карты Из грядущего Аддона Выйдет он уже Через Полтора Два Месяца Ну в принципе Довольно еще Долго Суммарно С первой частью Мы посмотрели Получается Уже Сколько 38 Карта Значит 96 Карт У нас еще Впереди Интересно Что будет там До конца Суть аддона Еще непонятна Еще двух богов Мы не видели И другие карты Но в принципе Пока что Видится аддон Более такой Контрольный Или может быть Мид рэндж Но все равно С определенными Завязками На агрессию Агрессивные карты Мы только Тоже видели Плюс В аддоне Помимо Четырех древних Богов И их прислужников Заметно Возвращение Развращенных Версий Старых Существ Про это я уже Говорил С одной стороны Это выглядит Мило и забавно Но мне кажется Игра на ностальгии Все таки Слишком рано Началась у Близзарда Как-то пока Эта ностальгия Особо и не чувствуется Наоборот Это выглядит Как-то более Глупо Что ли С другой стороны Грядущий Стандартный Формат Который убирает Накс Рамос Гвг И приводит Вот этот Аддон В действие Делает Игру Какой-то Более Что-то Необычный Интересный Потому что Помимо Осмысления Всех Вот этих Новых Карт Еще приходится Думать о том Что Уйдут Многие Старые Карты Из игры Плюс Классические И базовые Карты Некоторые Будут Понерфлены Соответственно Игра Просто Кардинальным Образом Поменяется Многие Колоды Изменятся И судя по всему Единственное Что не изменится Так это Фейсхантер Который Был И будет Дальше Ну Одну карту Там у него Вместе с Гвг Которая была Уберут Глейвзуку Но какая разница Он просто на другое Еще-нибудь ее заменит И все Будут же Новые Какие-то Существа Кстати По-моему Существ с рывком В этом аддоне Еще не было Но Не всех Существ с рывком И так Фейсхантер Пока используют Так что Есть ему Куда Стремиться И дальше Если понравился Мой обзор Новых карт Ставьте лайк Если не понравилось Дислайк Подписывайтесь на канал И пишите в комментариях Какие карты Вам показались Наиболее интересными Возможно Вы придумали Уже какие-то комбо Или варианты Синергии На которые Я не обратил внимания Обязательно Пишите про них В комментах Пообсуждаем Очень интересно На самом деле Обсуждать Придущие аддоны Мне кажется В каком-то плане Даже более интересно Чем играть в них Когда они уже Выйдут Просто за счет Ожидания И фантазии Ну потому что На деле Как было с предыдущими Аддонами Вроде смотрел Смотрел на карты Аддон вышел А опа Оказалось Все играют Секретных паладинов Вместо других карт Которые ожидали Что будут играть Надеюсь С новым аддоном Такого не будет И мы увидим Множество новых Неинтересных И необычных Колод И игр С вами был Сергей До скорых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok